Один из флагманов российского клубного мини-футбола «Газпром Югра» в этом сезоне пока не блещет результатом и располагается всего лишь на седьмой строчке в турнирной таблице. Впрочем, в седьмом туре париматч Суперлиги сибирскому клубу удалось в двух играх одержать победу над дебютантом элитного дивизиона «Торпеда» из Нижегородской области. Счет был открыт уже в самом начале встречи после розыгрыша углового. Универсал «Газпром Югры» Катата зрячей передачей нашел Рената Шакирова. Тот не оставил шансов галкиперу Нижегородцев Давиду Савлохову. Упрочить свое преимущество гости смогли благодаря автоголу. Дуду в попытке перехватить передачу срезал мяч в собственные ворота. Во втором тайме Иван Обжорин сократил отставание. «Торпеда» постаралась активизироваться на чужой половине поля в попытках сравнять счет, за что были наказаны Николаем Шестеровым, поразившим пустые ворота со своей половины. Хозяева смогли вновь приблизиться на расстоянии одного гола, но времени уже не хватило. Победа «Газпром Югры» со счетом 3-2. У «Торпеды» сегодня было больше шансов на положительный результат. Хотя по началу игры, по первому тайму, я надеялся, по крайней мере, что мы сыграем более качественно во втором. Но довели на гоню. Стали опять устраивать вот эти качели. И, к сожалению, концовка была очень тяжелая для нас. Ну, ребята молодцы, справились. Ну, есть над чем работать.